Четвертая книга Моисея, числа, глава пятнадцатая И вина для возлияния приносить четвертую часть гина при всесожжении Или при заколаемой жертве на каждого агнца А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки Смешанной с третью частью гина елея И вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу Если молодого вала приносишь во всесожжение или жертву заколаемую Во исполнение обета или в мирную жертву Господу То вместе с волом должно принести приношение хлебного Три десятых части ефы пшеничной муки Смешанной с половиной гина елея И вина для возлияния приноси пол гина в жертву В приятное благоухание Господу Так делай при каждом приношении вала и овна и агнца и завец или коз По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой по числу их Всякий туземец так должен делать это, принося жертву приятное благоухание Господу Если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши И принесет жертву приятное благоухание Господу То и он должен делать так, как вы делаете Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши Что вы, то и пришелец, да будет пред Господом Закон один, и одни права да будут у вас, и для пришельца, живущего у вас И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение Возносите ее так, как возношение с гумна От начатков теста вашего отдавайте возношение Господу в роды ваши Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею Всего, что заповедал вам Господь через Моисею От того дня, в который Господь заповедал вам и впредь в роды ваши То если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение в приятное благоухание Господу с хлебным приношением и возлиянием его по уставу и одного козла в жертву за грех И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка И они принесли приношение свое в жертву Господу и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех И очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищено будет, и прощено будет ей Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкой рукою, то он хулит Господа Истребится душа та из народа своего Ибо слово Господне он презрел и заповедь его нарушил Истребится душа та, грех ее на ней Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы И привели его, нашедший его, собирающим дрова к Моисею и Аарону и ко всему обществу И посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их И в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их И не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству Чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим Я, Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом И я, Господь, Бог ваш Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok